Добрый день дорогие мои друзья итак в продолжение темы шьем жакет на подкладке мы проводили мастер класс краили его сразу на ткани оксаночка его шьет потихоньку мы выполнили осноровку результате осноровки мы нарисовали линию низа поставили по ней ниточку выкроили подклад все мы подготовили и нашли на примерке место для кармашков и вот оксана заготовила оксана хочет прорезные карманы с приточной вот такой вот листочкой не врезной листочкой а приточной листочкой и поэтому она заготовила ее заранее посмотрите а мы сейчас уже обметали один край листочки вот таким образом два кармана две листочки вот это наши наша подготовительная работа теперь точно так же я вырезаю две мешковинки формата а4 просто формата а4 и две вот такие мешковинки которые одновременно будут служить у нас подзором и так это наши заготовки начинаем делать для этого нарисовали место входа в карман нашли поставили линеечку мылом нарисовали давайте прорисуем прорисуем еще побольше чтобы было видно нам нужны вот такие вот большие линии и по этому месту я поставила ниточку чтобы было хорошо видно выворачиваем на изнанку и находим вот он у нас вход в карман ниточки стоят беленькие работаем белыми нитками так кладем мешковинку таким образом чтобы от этого уголочка так это изнаночная сторона давай лицевую так сделаем от этого уголочка мы отходим сантиметра 34 здесь сантиметра 3 здесь сантиметра 3 то есть мы с перекрыли вход карман и закрепляем четырьмя булавочки контуры четырьмя булавочками контура все повторяем с другой стороны а на листочке намечаем линию допустим мы хотим сделать ее 4 крупную очень не надо я так сделаю четыре с половиной сантиметра это будет вход в карман кладем вот таким образом прикалываем следим чтобы эта полосочка оказалась на одном уровне уже нарисованной повторяем то же самое со вторым кармашком прошиваем вот по этим линиям затем берем вот эту мешковинку вторую мы хотим видеть ее как подзор с той стороны пришитую поэтому я укладываю так чтобы вот эти уголочки совпадали вот эти уголочки совпадали беру линеечку и соображаю по какой линии мне нужно ее пришить значит я вторую линию входа в карман нарисую в сантиметре от первой у меня будет отверстие один сантиметр всего-навсего вот так нарисовали значит так я ее сейчас вот здесь вижу смотрите эту линию могу ее здесь нарисовать но я нарисую ее дважды то есть один раз я рисую ее на этой стороне потом вот так отгибаю и рисую на изнаночке ребрышка на изнанке же я рисую границы вот так вот нарисовали границы и на этой стороне я должна нарисовать границы с одной стороны и заглянули и нарисовали с другой стороны а теперь самое интересное вот эти два уголочка я должна перевернуть вот таким образом раз и перевернула нижней стороной к себе и положила здесь так чтобы шов притачивание моей мешковинки совпадал вот с этой второй линии видите как они переходят друг друга вот в этом месте и в этом месте переходят все мне это понравилось я беру ниточку с иголочкой и начинаю это все приметывать но чтобы мне было удобно я сначала конечно же приколю булавочками чтобы она у меня не смещалась так когда буду приметывать мне нужно попытаться отодвинуть отодвинуть мою листочку листочка кстати когда она у нас идет врезная она пришивается я бы даже сказала легче чем то которую сегодня нам оксаночка заготовила пробуйте начинать срезной я прошиваю ровно вот в эту вот линию которая у меня нарисовано саму листочку я при этом отодвинула чтобы конечно же не шить по ней вот так вот решили посмотрите как здесь получилось вот так получилось мы пришили ко второй линии но прошивать по этой стороне я не могу потому что я ничего не вижу поэтому я буду пришивать вот по этой стороне здесь я хорошо вижу линию входа в карман отодвигаясь от нее на один сантиметр ну или чуть больше можно толстая ткань давайте чуть больше отодвинемся это для нас не принципиально можно и на полтора сантиметра отодвинуться и рисую линию входа линию соединения с листочкой линию эту нарисовала границы помечаю потому что я очень хорошо вижу здесь границы не море не уверена что вам очень хорошо видно сейчас постараюсь эту линию нарисовать исчезающим нашим фломастером и так еще разочек попробуем вот так вот положить чтобы вам было видно на изнаночке работаем так так вот видно хорошо это ограничение у нас начале и это ограничение в конце кармашка то есть вот у меня желтеньким ниточками прошита первая строчка и здесь видно хорошо вторую строчку сейчас я буду прошивать от этого места до этого места именно вот с этой стороны потому что здесь мне очень хорошо видно и то же самое повторю со вторым кармашком когда прошью я снова вам покажу результат итак дорогие друзья продолжаем мы прошили вот этот шовчик посмотрите как получилось с этой стороны как получилось у нас все как это выглядит с лицевой стороны и как это выглядит на изнаночке на изнаночке я очень хорошо мы очень хорошо видим вот эти две полосочки они совершенно параллельно друг другу когда вы шьете с нижней стороны вы можете эту параллельность легко контролировать так и мне нужно сейчас сделать разрез разрез делаем мы вдоль с треугольниками и оставляем такие небольшие треугольнички значит начинаем посерединке нужно взять конечно остренькие ножницы вот здесь левой рукой все отодвинуть чтобы мы там ничего не зацепили и начинать и начинать самые-самые уголочки делать вот такую как я говорю рогаточку вот такой треугольничек мы высекли здесь так разворачиваемся пальчиками левой руки отодвигаем все что нужно отодвинуть и и опять не дорезать 2 миллиметра плохо перерезать тоже очень плохо вот такие вот маленькие треугольнички у нас вышли после этого мы листочку которую пришили выводим наизнанку после этого мы откалываем нашу мешковинку из подкладочки откололи и вот этот обмётанный край листочки мы пришиваем только к мешковинке посмотрите как вот так вот я пришью сейчас для того чтобы мне пришить было удобно я приколю булавочками и пришью и пришью строчку дам не доходя до уголочка миллиметров пять вот практически по строчке оверлака не доходя до уголочка сантиметра миллиметров пять с этой стороны и вот с этой стороны вот там где я нарисовала я сейчас на строчу вот эту вот краешек листочки обмётанной на эту подкладочку и сделаю то же самое со вторым рукавчиком и снова покажу вам что получится и так посмотрите что получилось я прострочила ниточки осыпаются мы прострочили вот по этому месту нижний край листочки мы настрочили на нашу обтачку на нашу мешковинку из подкладки вот сюда так как это выглядит теперь здесь и как это выглядит продолжает здесь вот так так как там вырез у нас уже сделан после этого можно спокойно выводить нашу вторую главную мешковинку вот сюда на изнанку вот так вот вывели на изнанку с изнатки смотрится это таким образом и здесь смотрится это вот таким вот образом вот так мы все выправили что дальше делать дальше я буду выметывать верхний припуск посмотрите вот этот припуск мне надо сделать очень сладким и отодвинув вот эту листочку мы выметываем отгибая припуск наверх верхний верхний шовчик шовчик притачивания как раз уже мешковинки к верхнему вот этому к верхней линии входа в карман все вот таким образом мы выметали отправили так отправили припуск наверх вот туда расправили и приметали хорошо вот такой внешний вид уже с лицевой стороны получается точно такую же строчку нужно дать вот здесь по низу то есть мы фиксируем выметываем чтобы прошитые наши линии выглядели безупречно расправляем вот эти наши шовчики чтобы в ребрышках никакой замены никакой складочки не получалось наискосочек можно укладывать свои стежки и вот так очень удобно нам сделать выполнить вот это выметывание это мы два выметывания сделали но я обычно в третий раз я зашиваю вход в карман так посмотрите давайте посмотрим как это на изнанке выглядит это вот так вот выглядит на изнанке выметана история да здесь это выглядит вот так все закрылось и сейчас раскладываем на столе аккуратненько и хорошо не обращая внимания пока на уголочки я приметаю свою листочку вот так вот насквозь повторю все то же самое со вторым кармашком и настанет очередь уголочков как мы их будем делать я тоже вам покажу посмотрите что у нас получилось значит выметали здесь выметали шовчик внутри и приметали вот эту листочку в нужное нам место на изнанке это выглядит вот таким вот образом все достаточно чистенько и аккуратно и остался самый ответственный момент мы забыли про эти уголочки которые мы там высекали посмотрите вот так расположена у нас линия которая ограничивает ограничивает наш кармашек перпендикулярно всегда перпендикулярно входу в карман поэтому отгибаем вот таким образом наше изделие и выталкиваем выводим вправо вот сюда выводим вот этот вот маленький уголочек если у вас расстояние между между линии между теми линиями которыми вы пришиваете листочку и мешковинку побольше то и сам уголочек у вас будет побольше и работать вам конечно полегче а сейчас у меня видите какое маленькое получилось расстояние и поэтому моя задача взять однорожковую лапку и постараться пришить вот этот вот уголочек несколько раз вперед назад вперед назад прибить его капитально вот к этому месту и именно под углом перпендикулярно к самой линии входа в карман вот такие наклончики оставлять ни в коем случае нельзя потому что получится небрежно то же самое мы сделаем с этой стороны вот так откроем все отодвинем вот эту мешковинку и увидим вот этот самый наш уголочек и постараемся его аккуратненько вот так вот пришить крепко-накрепко я это выполню и все соответственно уже готовый результат вам покажу ну с большим трудом мне удалось эти маленькие уголочки вот так вот пристрочить видите они идут перпендикулярно с этой стороны ничего нет вот так вот они разбомбленные с этой стороны с этой стороны но то что они у нас пришились нам показывают вот эти вот закрепочки вот такие закрепочки у нас получились в крайнем случае можно и вручную капитально вот это все сделать и так на изнанке это выглядит вот таким образом вот так это выглядит на изнанке а так это выглядит сейчас у нас на лице и что сейчас мне нужно сделать видите я никогда не вырезаю саму мешковинку сразу потому что вот в данный момент мне удобно и форму этой мешковинки нарисовать я пройдусь еще разочек вот по этим закрепочком уйду вот так сюда так здесь я тоже пройдусь по этим закрепочком уйду вниз так припуск у нас будет вот такой вот припуск значит мешковинку мне надо выше этого припуска сделать и где-то вот такие небольшие у меня получатся кармашки вот такая получится небольшая у меня мешковинка также я буду прометывать сейчас вот этот вот участок и по нарисованной линии я буду прошивать прошивать я буду вот так сначала иголочками сколю свои мешковинки обе мешковинки потом я это все приметаю по мешковинкам и прошивать буду уже со стороны со стороны со стороны нижней мешковинки так вот так вот у меня будет приметываться видите как неудобно я все вижу и вот такими вот стежочками все аккуратненько нужную мне форму мешковинки я вырабатываю еще что я сейчас сделаю вот так еще я пойду на утюг и постараюсь зафиксировать вот эту форму потому что мне сейчас нужно распороть нить наметки которая которая у меня закрывает вход в карман вот мне нужно вот это место освободить мне здесь мешает нить наметки я сначала сейчас все зафиксирую потом это сделаю и прошивать я буду вот с этой стороны здесь у меня будет хорошо видно чтобы вам было видно я сейчас нарисую по своим нитьям наметки вот эту вот мешковинку так вот так вот у меня все будет видно и прошивать я буду по периметру еще раз и покажу вам что у нас получится после этого показываю результат что у нас получилось у нас получилась вот такая вот не очень гладкая красивая строчка но кто ее видит на изнаночке зато мы прошили вот здесь мы прошили развернулись вдоль нашего уголочка маленького потом прошили вот сюда вот сюда вот сюда и все это я прошивала со стороны вот этой вот подкладочки потому что здесь мне было удобно я отпорола то что выметывала и мне ничего не мешало подобраться близко вот к этой строчке в 0.1 0.2 как получилось в результате у меня по кругу все это зафиксировалось как это выглядит у нас на лице вот так это выглядит у нас на лице ну надо сказать что Оксаночка сначала хотела чтобы эти листочки у нас были перпендикулярные и она вырезала их и заготовила дома не соблюдая нить основы видите как идет нить основы и поэтому они сейчас не соответствуют ей если вы дома будете работать с тканью который ярко выражен рисуночек рубчик вот как у нас например клеточка какая-то полосочка все нужно соблюдать то есть нить основы у нашей листочки должна быть совпадать очень строго с нитью основы нашего основного изделия таким образом чтобы карман не выделялся но в данном случае в этом выделении что-то есть как говорится своя рука владыка но и обращаю ваше внимание на этот на эту вот не очень качественную как бы деталь с нашей точки зрения чтобы вы ее не повторяли вот только и всего а так посмотрите как здесь у нас получилось все чистенько красиво там у нас обметано и настрочено никто ничего видеть не будет мы еще закрепочки поставим потом вдоль делаются вот такие закрепки можно прошить вот в это ребро можно потайными стежками вот этот вот уголочек прикрепить и закончится у нас работа с лицевой стороной а на изнаночке мы работу продолжаем что же тут нам нужно с вами сделать нам нужно срезать все лишнее посмотрите как я беру оставляю вот так сантиметрика полтора пока и все лишнее аккуратненько удаляю вот и здесь уголочек близко не подрезайте потому что вам удобнее будет его обметать у меня получается вот такая капелька и эту капельку я сейчас обметаю всю оверлоком с этой стороны повторяем все то же самое если вы будете мешковинку сразу делать пока вот такой вот формат а4 как я делаю то вам работать потом будет гораздо легче чем если вы сразу вырежете эту мешковинку потому что при обработке они все равно могут не совпадать в какой-то степени ну и зачем вам вот это вот подгонка вот это вот желание чтоб они все совпали начну вот с этого уголочка и по кругу вернусь сюда обметаю еще разочек поутюжу и покажу вам результат ну вот и у нас финал в работе показываю что у нас получилось смотрите вот такой вот кармашек что здесь останется сделать сейчас еще ну конечно удалить вот эти все ниточки наметки почистить и сделать ручную закрепку я бы сделала вот с этого боку вот так вот потайными стежками и с этого боку потайными стежками вот это все удалиться и с лицевой стороны у нас вот такая вот красивая картинка посмотрим что у нас с изнанки а с изнанки вот что у нас получилось уголочки все закреплены и с нижней стороны вот с этой стороны мы тоже все вот так аккуратненько прошили и когда вы посмотрите давайте нити вот эти все выметывания уберем отсюда сразу когда вы посмотрите на изнаночку вы увидите что здесь нет ни одного открытого шовчика все запаковано все уголочки прошиты еще раз по два раза все прошито то есть работа получается вот такая вот чистенькая и аккуратненькая и делать в общем то таким способом можно любые листочки рамочки все что вы хотите сделать карманы с клапанами которые пришиваются сверху последняя уже очередь вот что мне хотелось вам показать сегодня вот такой вот красивый вот такой красивый карман листочкой до новых встреч задавайте свои вопросы пишите письма приходите к нам учиться